Павел Иванович И, в общем-то, давайте начнем, наверное, наш доклад Что касается классификации опухоли скелета Чрезвычайно сложно Посмотрите, сколько различных гистогенетических групп И все эти опухоли, как правило, имеют что-то общее И, как правило, имеют что-то различное Поэтому диагностика опухоли скелета чрезвычайно сложна Какие методы диагностики опухоли скелета мы знаем? Конечно, об этом уже сегодня говорилось и будет говориться Я просто еще раз напомню, систематизирую Речь идет, конечно, об анатомических методах Это рентгенография классическая Компьютерная томография и магнитный резонанс Это, конечно, функциональные методы, о которых сегодня уже говорилось И которые сегодня демонстрировали Это остеосинтиграфия с технецей, который, так сказать, метят фосфатные комплексы Это метиленодифосфонат, если брать англоязычную литературу Это однофотонно-эмиссионная компьютерная томография с этим же препаратом Это позитронно-эмиссионная томография Причем для позитронно-эмиссионной томографии существуют различные трейсеры Это и фтордезоксиглюкоза, и фторит натрия, ну и так далее Ну и, конечно, гибридные методы диагностики, которые сочетают анатомические и функциональные И я тоже сегодня вам покажу эти аппараты Это и Аффект-КТ, и ПЭТ-КТ, и даже ПЭТ-МРТ Хотя, надо сказать, что у нас, по-моему, в России ПЭТ-МРТ нет Но, тем не менее, такой аппарат существует Вот здесь представлены вам 4 этапа диагностики опухолей скелета Начинается все, на самом деле, не с ПЭТ-КТ и не с МРТ А начинается все с клиник-анамнестических данных И мы должны знать анамнез, возраст, клиническую картину После этого, конечно, мы переходим к анализу полученных данных методов лучевых и радионуклидных исследований, если они есть А вообще, для диагностики опухолей скелета обязательно, как минимум, два метода Это, конечно, рентгенологический метод, желательно компьютерная томография или рентгенография плюс магнитный резонанс Если есть радионуклидный метод, тоже очень хорошо Дальше у нас дифференциальные диагностические ряды, которые мы, так сказать, знаем, помним А если не помним, то открываем справочную литературу в интернете Ну и, конечно, дальше все заканчивается морфологическим исследованием И здесь, конечно, очень важна мультидисциплинарная команда И тоже я об этом скажу несколько слов Значит, анамнез Анамнез – это половина диагноза, все рентгенологи это знают, но частенько забывают Это очень актуально для опухоли костей Почему так? Ну вот, посмотрите, компьютерная томограмма Вы видите очаг литической деструкции в крыше вертлужной впадины Вздутие, значит, тонко-переостальная скорлупа В общем-то, имитирует какую-то первичную опухоль Спросили у пациентки, чем она страдала Она, конечно, не сразу вспомнила, что 15 лет назад Ей удалили опухоль почки Становится понятным, что, скорее всего, это метастатическое поражение А не первичная опухоль Поэтому, в общем-то, видите, диагноз повернулся в сторону метастатического поражения Значит, что мы здесь должны помнить Здесь тоже есть свои тонкости Во-первых, наличие злокачественной опухоли в прошлом не всегда говорит о том Что тот очаг в скелете, который мы видим, это метастаз Потому что мы должны также принимать во внимание склонность злокачественной опухоли к метастазированию в скелет Но мы всем знаем, что почка, например, она, если так можно сказать, любит, к сожалению, давать поражение скелета, метастазы в скелете И должны знать стадию заболевания Потому что если это была маленькая опухоль, то человек может жить и жить И, в общем-то, никаких у него метастазов-то и не появится А может появиться и другая первичная опухоль Что тоже, надо сказать, достаточно все-таки редко Продолжая эту тему, посмотрите, возраст пациента мы тоже должны учитывать Когда мы ставим диагноз рентгенологический опухоли скелета Первичные опухоли кости Почему? Потому что каждая опухоль имеет свой излюбленный период возникновения Но вот если говорить о метастазах, то это, видите, после 40-45 лет Вообще, надо сказать, что метастазы встречаются гораздо чаще Где-то порядка в 400 раз, по-моему, чаще, чем первичные опухоли костей Поэтому если вы видите какой-то очаг деструкции у пациента, которому за 40 То, конечно, на первое место всегда выходит диагноз метастатического поражения Ну вот, пожалуйста, вам пример Возраст пациента играет очень важное значение в правильной постановке диагноза Вы видите рентгенограмма, бедренная кость, дистальная третья Субкортикальный какой-то очаг деструкции с вздутием, какие-то ячейки, значит, в структуре Картина первичной опухоли бедренной кости И все бы хорошо, если бы мы не знали, что человеку 60 лет И оказалось, что гистологически это метастаз рака легкого Вот такую картину может иметь метастатическое поражение при раке легкого И не только Схожая ситуация, вы видите, что также опять очаг литической деструкции В данном случае уже это локтевая кость Тоже вздутие, те же самые ячейки Но только пациенту у нас 18 лет И мы понимаем, что, конечно, здесь речь не идет ни о каком метастазе А речь идет, скорее всего, о анавризмальной костной кисте Что и было потом подтверждено данными гистологии В клинической картине, как я уже говорил, мы должны... Вообще, в принципе, она не специфична для первичных опухолей костей Это, конечно, боли, припухлость и нарушение функций пораженного дела Но есть исключения Например, для рака почки, как я вот уже показывал вам компьютерную томограмму Характерно, например, внезапное начало с патологического перелома Иными словами, так сказать, с утра пациента потянулся завязать шнурок на ботинке Что-то хрустнуло в позвонке В общем-то, патологический перелом привезли на компьютерную томографию Выявили очаг литической деструкции Со вздутием оказался метастаз рака почки Вот так иногда манифестирует именно почка Так еще иногда может манифестировать, например, рак щитовидной железы, как ни странно Но, по крайней мере, мы все должны об этом помнить Значит, иногда патологический перелом То есть вот то, о чем я сейчас вам говорил Это первое проявление опухолевого процесса И опять, посмотрите, опять возраст Вот, например, если ребенок сломал позвонок Конечно, это может быть травма, он прыгал на батуте А может быть и зенофильная гранулема Как вот на данном слайде, который вам представлен Видите, что очаг литической деструкции И компрессионный перелом позвонка С клиновидным снижением высоты Болевой синдром тоже вот редкое, так сказать, достаточно, ну, скажем так, заболевание Остеоэтостеома у детей и подростков Видите, имеет свой характерный очень болевой синдром Этот синдром болевой купируется нестероидными противовоспалительными препаратами И даже этот тест используется в плане дифференциальной диагностики То есть человеку дается НПВС Если боли ушла, значит, вполне возможно, это остеоэтостеома Конечно, все это необходимо делать, так сказать, чтобы это делал врач Врач желательно, онколог Который, в общем-то, понимает, что он хочет получить от этого теста Надо сказать, что, ну, в данном случае Вы видите, что этот пациент со стеоэтостеомой Как она хорошо видна на синтеграфии А вот, пожалуйста, очаг патологической гиперфиксации На ФЭКТ-КТ еще лучше виден Вообще, так сказать, радионуклидные методы не используются, так сказать В первой линии диагностики опухолей костей Но вот при остеоэтостеоме они имеют очень высокую чувствительность И очень высокую специфичность Надо сказать, что этот пациент с субпериостальной остеоэтостеомой Прошел 3 или 4 центра Был и за границей И нигде ему не могли поставить диагноз Пока он не выполнил простое исследование Остеоэтостеография, дополненная потом На фотонной эмиссионной компьютерной томографии К вопросу, какие методы исследования использовать В первую очередь при подозрении на первичную опухоль кости Ну вот гибридные наши аппараты АФЭКТ-КТ, ПЭТ-КТ Ну, конечно, нет Я бы все-таки, наверное, не начинал с этих методов Потому что все-таки это методы, скажем так, второй линии А вот если говорить о классических методах Классическая рентгенография Надо сказать, что в последнее время Все-таки мы чаще видим обычную рентгеновскую компьютерную томографию Спиральную И это действительно дает нам преимущество Особенно при локализации в сложных анатомических областях Очага деструкции Это позвонки, лопатка, ключица и так далее Ну и, конечно, магнитный резонанс Магнитный резонанс Нужно ли, часто задают вопрос Нужно ли внутривенное контрастирование При этом методе исследования Вы знаете, что здесь Оно, конечно, не помешает Прямо скажем Дело в том, что если речь идет о первичной диагностике Как об установлении, скажем так, рентгенологического диагноза То, наверное, внутривенный контраст не всегда нужен Где-то не более чем в половине процентов случаев Но если мы понимаем, что процесс злокачественный И нам нужно оценить и локальное распространение опухоли То, конечно, нам без внутривенного контрастирования не обойтись И поэтому, чтобы не повторять исследование Я вот в последнее время думаю, что все-таки лучше сразу, наверное, выполнять с внутривенным контрастированием это исследование Вот здесь представлена сводная таблица Я ее немножко модифицировал Это наших иностранных коллег Здесь представлены точки приложения всех методов диагностики поражения скелета Будь то метастаз, будь то первичная опухоль и так далее Вы видите, сколько у нас различных методов существует И каждый метод хорош для оценки Или компактной кости, или губчатой Или костный мозг Или метаболизм костного вещества Или метаболизм глюкозы Все это надо знать, все это надо помнить И в зависимости от задач подбирать тот метод, который нам нужен Ну вот, переходим к рентгеносемиотике первичных опухолей скелета Вообще они чрезвычайно разнообразны, чрезвычайно интересны В данном случае вы видите, так сказать, три типа деструкции Литический, склеротический и смешанный посерединке Это все остеосаркомы Вы видите, что это все молодые люди, кстати Если говорить о возрасте Видите, что ростковые зоны еще не закрыты И видна переостальная реакция И переостальный козырек Вот он, пожалуйста То есть все признаки злокачественного процесса Нечеткие контуры Вот переостальная реакция спекуловидная Вот козырек Тут вообще деструкция массивная Все это остеосаркомы И мы, так сказать, помним о этих типах деструкции Дальше мы смотрим А в каком отделе, так сказать, кости этот очаг Расположен у нас деструкция Это может быть эпифис, метафис, диафис И в зависимости от этого, видите, мы тоже можем, так сказать Предложить правильный рентгенологический диагноз Потому что если это, например, эпифис То это, например, гигантоклеточная опухоль А если это метафис То это может оказаться, например, остеосаркомой Более того Мы смотрим еще, как эти очаги локализуются Они локализуются, так сказать Центрально, как, например, при простой костной кисте или анхондроме Или эксцентрично, как, например, при фиброзном кортикальном дефекте Или ангризмальной костной кисте То есть все эти вещи мы тоже должны учитывать Когда мы смотрим на рентгенограмму Ну вот вам, пожалуйста, примеры Эксцентрично, прошу прощения, расположен очаг деструкции Тоже с переостальной скорлупой И это, в общем-то, ангризмальная костная киста И другой вам вариант Это центрально расположен очаг деструкции Тут, правда, видны внутри обыцеления Это осифицирующая анхондрома Совершенно разные по локализации Что касается контура То, конечно, мы оцениваем контур Во-первых, четкий и нечеткий Во-вторых, есть склеротический ободок Нет склеротического ободка Потому что, когда есть склеротический ободок Мы, конечно, всегда думаем о том, что Скорее всего, процесс доброкачественный Как в данном случае На этом слайде вы видите, что вот хондробластом Имеет четкий контур с тонким склеротическим ободком В отличие от нечеткого контура остеосаркома Который представлен тоже здесь на слайде Дальше переходим к анализу переостальной реакции Они бывают различных типов Это и ассимилированная переостальная реакция Это линейная, это спикуловидная Причем спикулы бывают разные И по длине, и по своему Тоже параллельный Или, так называемый, sunburst Дальше это по типу луковичной шелухи То, что многие рентгенологи называют Слоистая переостальная реакция Ну и, конечно, козырек Кодмана Это тоже признак, как правило, злокачественного процесса Но тоже не всегда Ну вот в данном случае вам, пожалуйста Спикуловидная переостальная реакция При саркоме Юинга Надо сказать, что вы видите, как хорошо видны спикулы И вообще такую картину может иметь, конечно, не только саркома Юинга Но и, например, диафизарная остеосаркома Но в данном случае поставлен был диагноз именно саркома Юинга Вы видите большой мягкотканный компонент Муфтообразной окружающей кости И характерные такие мелкие очаги элитической деструкции И в картикальном слое И, конечно, поражен весь костный мозг бедренной кости Разрушение картикального слоя с формированием переостального козырька А вот это уникальное наблюдение Вы видите очень маленькую опухоль Это очаг остеосклероза Размерами порядка 15-14 мм Но она уже ведет себя злокачественно Во-первых, и контур нечеткий Во-вторых, имеется переостальный козырек И, к сожалению, здесь был поставлен диагноз гистологический Подтвержден уже, что это остеосаркома В общем-то, самое вот такое раннее Раннее ее проявление Как же мы можем, так сказать, еще помочь Сами себе правильно поставить диагноз Нам нужно оценить тканевую структуру опухоли И здесь тоже каждый метод имеет свои преимущества и свои недостатки Потому что, если речь идет, допустим, нам нужно оценить об изыслении То здесь, конечно, нам лучше использовать компьютерную томографию И посмотреть, есть ли какая-то кальцинация внутри этого очага или нет А если речь идет о том, что мы подразумеваем это хрящ или там жир То мы, конечно, можем использовать магнитный резонанс Если кисты, то тоже, видите, предпочтительно использовать магнитно-резонансную томографию Ну и кровь Например, вот как в данном случае, пациент 16 лет Здесь мы вообще прекрасно видим уровни знаменитые Которые, кстати, характерны не только для анализмальной костной кисты Но и вообще для ряда целых других патологических процессов Но магнитный резонанс нам даже может дать Видите, повышенная интенсивность сигнала на Т1 взвешенных изображений Говорит о том, что это уровни, да еще и с примесью крови Диагноз здесь, с учетом наличия четких контуров, конечно, анализмальная костная киста Вот, пожалуйста, еще один пример Это центрально расположенный очаг литической деструкции с нечеткими контурами По данным магнитного резонанса вы видите, что это хрящ, видны дольки даже на изображениях Т2 С подавлением сигнала от жира И, в общем-то, диагноз здесь был понятен Это центральная хондросаркома Что касается радионуклиных методов диагностики первичных опухолей скелета Метод имеет низкую специфичность Ну, вот, посмотрите, очаг в скелете, в лонный седалищный костяк, два очага, да Подозрительно, то ли метастаз, то ли это какая-то опухоль Оказалось, что это перелом Потому что сам метод остеосинтиграфии, он имеет достаточно высокую чувствительность Скажем так, относительно высокую чувствительность Но все-таки невысокую специфичность, в отличие от рентгенологического метода Что касается позитронно-эмиссионной томографии То здесь тоже я призываю, так сказать, очень осторожно оценивать полученные данные Потому что существуют и ложноположительные заключения В данном случае это не наше наблюдение Вы видите, что имеется очаг гиперметаболизма глюкозы в головке бедренной кости На самом деле оказалось, что это сухожильный ганглий, вот, внутрикостный И это ложноположительный результат Здесь никакого, нет никакой первичной опухоли, не было выявлено никакого, так сказать А вот на другой картинке изображены метастазы, как они тоже хорошо видны Видны в грудине и в позвонках при позитронно-эмиссионной томографии с глюкозой Надо сказать, что склеротические очаги не всегда видны на ПКТ с глюкозой Там иногда преимущество дается методу Аффект-КТ с остеотропными препаратами Ну вот, перейдем к гибридным методам диагностики опухоли-сквета У меня только единственное, я могу очень долго говорить, да, уважаемые, так сказать, коллеги Да, если можете меня остановить, это Павел Иванович, так сказать, человек увлекающийся Ну вот, что касается гибридных методов диагностики Видите, что Аффект-КТ Остеосцентография, относительно высокая чувствительность, низкая специфичность Компьютерная томография, высокая специфичность, высочайшая, но низкая чувствительность Объединение этих двух модальностей дает нам и высокую чувствительность, и высокую специфичность Ну вот, так выглядит аппарат Аффект-КТ Детекторы и, соответственно, 16-срезовый, в нашем случае, спиральный компьютерный томограф В чем преимущество и особенность технологии Аффект-КТ? Это трехмерное ядерное изображение, ядерные данные, трехмерные, высокое качество наших данных радионуклиных За счет того, что мы используем коррекцию ослабления, аналогично позитронно-миссионной томографии И можем оценить и патофизиологические процессы, и патоанатомию рентгеносимеотику Ну и совместно оценить все эти нарушения и поставить правильный диагноз Ну вот, что касается первичных опухолей костей, то надо сказать, что остеосаркома, например, имеет высокий градиент накопления остеотропного препарата В данном случае, видите, что здесь очень высокий процент накопления Видно очаг патологической гиперфиксации препарата технеции перфотех в плечевой кости В общем-то, и, конечно, здесь уже можно даже заподозрить, что, в общем-то, если мы знаем И у нас есть данные других, опять же, исследований, что здесь речь идет все-таки больше об остеосаркоме Надо сказать, что нашими коллегами из РОНС Блохина в Москве была в свое время опубликована прекрасная работа Это 2018 год или 2019, сейчас точно не помню Дело в том, что аффект КТ показал свою высокую эффективность в оценке эффективности химиотерапии и лучевой терапии, например, метастазов остеосаркомы Вот данные Алексея Дмитриевича Рыжкова, данные Александра Крылова, видите, наших коллег Посмотрите, как хорошо видны метастазы в данном случае остеосаркомы до лечения в головке правой бедренной кости И на фоне химиотерапии или лучевой терапии эти метастазы прекращают накапливать радиопрепарат остеоотропный Мы понимаем, что, в общем-то, это хорошая реакция, это хороший ответ на лечение, это регресс Что касается аффект КТ, то посмотрите, какая точная, так сказать, точная атомическая локализация выявленных очагов очень важна Но в данном случае вы видите, где возникают артрозы, сустав головки ребра и сустав поперечного отростка и бугарка ребра И места, где, например, возникают метастазы или какие-то другие первичные опухоли, если тело, задние элементы И с помощью аффект КТ мы очень четко можем, так сказать, понять, где гиперфиксация у нас есть В данном случае, видите, артроз в суставе между бугарком ребра и поперечным отростком Вот вам ситуация, когда это другой пациент уже, когда у вас очаг гиперфиксации уже в поперечном отростке Это, к сожалению, оказался метастаз или вообще в корне и дуги, что тоже типично для, к сожалению, для метастатического поражения Посмотрите, как хорошо видите остеосантиграфия Высокая чувствительность, низкая специфичность Очаг в поясничном отделе совершенно непонятной природы Поэтому выполняем аффект КТ и понимаем, что здесь нет никакого метастаза, нет никакой первичной опухоли А есть спондилодисит, этого человека можно отпустить Схожая картина остеосантиграфическая без компьютерной томографии Без аффект КТ, конечно, не разобраться Здесь, к сожалению, оказалось, что это метастатическое поражение позвонка Надо сказать, что в последнее время все чаще и чаще больше появляется работа о том, что, конечно, классическая остеосантиграфия Это проверенный десятилетиями метод, метод достаточно все-таки информативный Но и вот низкая специфичность заставляет все-таки, наверное, отказываться в пользу более новых современных методов В частности, гибридных аффект КТ скелета И я думаю, что мы движемся именно в этом направлении Вот у нас была проведена работа, видите, 227 пациентов И с помощью аффект КТ после остеосантиграфии мы почти у 40% больных изменили заключение в ту или иную сторону То есть 40% пациентов сразу, так сказать, заключение поменялось Это очень много, это говорит о том, что мы, в общем-то, наверное, должны подумать о том, что скоро все-таки По крайней мере, назначать пациентам аффект КТ скелета Поскольку это является, можно сказать, второй частью выполнения остеосантиграфии То есть препарат тот же, пациент тот же, прибор тот же В общем-то, просто, так сказать, нужно включить программу И знать, что этому пациенту, так сказать, необходимо выполнить аффект КТ Что касается дифференциально-диагностических рядов Конечно, их не надо запоминать Если у вас хорошая память, вы можете это, так сказать, сделать И вы не болели коронавирусом Вот, пожалуйста, вот, астуалитические очаги, с чем нужно дифференцировать Кстати, вот, там поступал вопрос о мелоростозе Значит, с мелоростозом сталкиваемся мы, как радиологи При выполнении остеосантиграфии При выполнении аффект КТ Это очаги по типу воска, там, оплавленной свечи Надо сказать, что редко видим это заболевание В основном это все-таки суставы Это мелкие трубчатые кости, стопы, кисти и кости таза иногда И, как правило, эти... Это ведь вариант фиброзной дисплазии Как правило, они не накапливают радиофарм препарат Ну, вот здесь, кстати, представлен... Так, тут мостоцитоз представлен Остолопекилоз, который мы тоже сталкиваемся Вот, с ним еще осложнение Они, как правило, тоже эти пациенты не... Эти очаги не накапливают остеотропные радиофарм препараты Ну и морфологическое исследование В диагностике опухоли скелета Конечно, это самое главное, что у нас есть Это морфология И без морфологии мы, естественно, не сможем правильно поставить диагноз Но и морфолог, как выяснилось, без рентгенолога Тоже не всегда может поставить правильный диагноз А связано это с тем, что, во-первых, это маленький кусочек А нужно иметь всю картину целиком И, конечно, вот мультидисциплинарная команда Она у нас в институте работает уже, наверное, второй или третий год И мы, так сказать, действительно сейчас понимаем Что без этого правильная диагностика опухоли костей невозможна Без слаженной совместной работы хирурга, клинициста, рентгенолога или радиолога И, конечно, морфолога Ну, еще раз напомню, что все начинается с клиник-анометических данных Потом методов диагностики скелета Ну и дальше уже заканчиваются морфологическими сложными исследованиями Благодарю за внимание Буду рад ответить на какие-то вопросы Спасибо